Скажите, какую задачу ставили перед командой сегодня, перед матчем, и выполнили ли задачи вашей баскетболистки? Мы ставили задачу оказать сопротивление, не оказали его, и поэтому не выполнили задачу, которая была поставлена. Еще вопрос, пожалуйста. Вы, друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь. Поэтому, к сожалению, для нашего чемпионата мы имеем тот состав, который мы имеем, и удастся ли мне реанимировать этот состав, чтобы мы, к примеру, с такой командой, как Кур, смогли хоть какое-то время сражаться на равных, я не уверен. Я постараюсь, но получится или нет, я не уверен. Еще вопрос, пожалуйста. Микрофон придется. Ну, наверное, такой вопрос двойной. Все-таки, почему не удалось оказать достойное сопротивление нашей команде и в связи с такой игроки, какую задачу ставите на сезон? Вам ставить на сезон, в тройку войти в чемпионате России? Конечно. Что скажете, то и скажете. Я понимаю. Давайте начнем с конца. Какую задачу на сезон ставили? Мы ставили бы задачи две. Первое. Подготовить по возможности нескольких талантливых игроков к тому, чтобы они могли решать вопросы в серьезных коллективах. Я кого имею в виду в первую очередь? Ксению Тихоненко, Веронику Дорошеву, Катю Федоренкову. Это люди, которые по уровню своего таланта, по данным им богом, конечно, должны играть сильнее. Пока у них этого не получается. Но Федоренкова сегодня была с температурой. В перерыве узнали, что у нее 38. Дальше мы играли уже без нее. На сезон хотелось бы попасть в восьмерку. Дальше, после того, как, если это попадем в восьмерку, подняться как можно выше. Но мы объективно считаем, что нынешний чемпионат, он примерно какой? Три команды примерно одинаковые. Две команды из оставшихся приблизительно, наверное, укомплектованы одинаково. Вологда и Видное. И они, скорее всего, разыграют четвертое и пятое места. А все остальное примерно одного поля ягоды. Кому повезет лучше, кто как лучше подготовится, тот результат и покажет. Поэтому в целом, конечно, мы, может быть, окажемся даже и в восьмерке. И сыграем как-то, если нам повезет, с точки зрения болельщик, который не знает внутренней кухни. Покажем более-менее достойный результат. Скажем, окажемся шестыми или седьмыми при таком составе. Другое дело, что печально, что наш чемпионат представляет из себя то, что он сейчас представляет. Да, пожалуйста. Вы как-то в том году сказали, что настоящий чемпионат России, который проходит, он стал неинтересен, потому что все решают деньги. Есть команды сильные, у которых есть деньги. И есть игроки, которые могут закупиться. Значит, они будут всегда в тройке. Команда, у которых с финансами проблемы, они всегда будут плестись в хвосте. Ваше мнение такое же и осталось. Понимаете, вот сейчас пришло к руководству федерации новые люди. Стоит вопрос о том, смогут ли эти люди выполнить то предвыборное обещание, которое было сделано. А было оно сделано в каком плане? Что Лигу отпустят на самостоятельные соревнования. Это, с одной стороны, дает какие-то шансы на то, чтобы Лига, собравшись вместе, смогла создать некий продукт. Потому что дело не только в деньгах, а еще как эти деньги, как эти клубы этими деньгами распоряжаются. Я имею в виду обычные вещи, которые за океаном уже давно известны. Потолок, зарплаты, драфты и т.д. Как все это сделать в российских реалиях? Это длинный разговор. Конечно, у каждого есть свое представление, как это сделать. Но, на мой взгляд, из каждого минуса надо пытаться извлечь плюс. И в том плане, в каком сейчас есть сборные, не участвуют, олимпиаду пропускаем. Нынешний момент самый удачный для того, чтобы попробовать эту работу наладить. У нас есть условно год-два на то, чтобы что-то изменить в российском женском баскетболе. Удастся ли нам воспользовать? Я надеюсь, что удастся. Будущее покажет. Еще вопросы есть, Владимир Владимирович? Вопросов больше нет. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. 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 И было важно нам сегодня сыграть хорошую игру, именно такую командную, хорошую от защиты. Я думаю, что, несмотря на то, что противник был не самый сильный, но я думаю, что нам это удалось. Я, в принципе, доволен игрой. Ну вот первая половина закончилась, 36 очков только наша команда. Мне кажется, не очень для... Не знаю, сколько вы планируете. Я думаю, что 36 – неплохо. Это в сумме, как минимум, 72. Я думаю, в женском баскетболе ты 72 регулярно забиваешь. Я думаю, что это неплохо. Еще вопрос, пожалуйста. Микрофончик передайте на тот край. Володя. Сегодня в ходе матча много экспериментов, ну, как получается, составом комбинировали игроков. Это по ходу матча или это была задумка именно вот как-то на эту игру? Ну, вы знаете, нам сейчас приходится привыкнуть, скажем так, к новой жизни без пив. Поэтому здесь нам надо сейчас начинать смотреть, как мы в Российской Лиге, какими игроками и как мы будем эту ротацию игроков сейчас делать. Еще вопросы, пожалуйста. А усиление будет российскими игроками? Десять человек – это, по-моему, мало, желательно побольше или второй команды? Уже нет игроков, я думаю, что уровня нашей команды, кого мы можем взять, а просто кого-то для количества, я думаю, что нецелесообразно брать. Вторую команду никто не подтянет. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что у Тани Семы все будет в порядке. Ну, естественно, мы 10 игроков нам нужно на каждую игру. Поэтому в зависимости от того, как у нас будет ситуация и со здоровьем, так и будем действовать. Еще вопрос. Да. Сейчас, сейчас подождите. Микрофончик придайте, потому что мы сегодня без мальчика. А ситуацию с подписанием лица Хардинг можете прокомментировать? Да, но тут сложилась ситуация, что мы потеряли пив. К сожалению, нам в разговоре с руководством клуба было принято решение, что мы будем подписывать игрока на эту позицию, на позиции именно разыгрывающего. И на сегодняшний день она была, наверное, лучшей, то, что было на рынке, то, что можно было подписать, и было принято решение. Поэтому, может, это так в срочном порядке и получилось, но и было принято решение ее подписать. Еще вопросы? Ребят, с микрофоном пошустрее, пожалуйста. Вопрос такой, даже двойного плана. Насчет Эпифания Принц. Насколько до конца сезона? Вообще в этом сезоне нам уже не поможет она. Это первое, насколько вы было. И второе, вопрос актуальный. В нашей группе в Евролиге есть две турецкие команды. Это Фенербахч и Галтасарай. В связи с российско-турецким скандалом. А как будет решаться вопрос с выездом в Турцию с Фенербахча? Первый вопрос я отвечу, что, скорее всего, до конца сезона она уже не вернется, поскольку разрыв крестообразных связок, операции, восстановление, это минимум, обычно, 6 месяцев. Поэтому, скорее всего, нет. Дай Бог, чтобы она могла выздороветь, играть летом в WNBA и помочь в сборной, если необходимо. На колено, да? Да, на колено. И что касается второго вопроса, сейчас этот вопрос обсуждается. И я думаю, что клуб, наверное, на связи и с Федерацией баскетбола российской, и смотрит, наверное, и советуется, и думает, как сейчас делать. И, наверное, и также я знаю, что клуб на связи с ФИБой будет эти вопросы решаться. Или будем играть эти, скажем так, во-первых, игру на выезде в Фенербахч, и потом вторую игру у нас дома с Галтасараем, или это будет нейтральная площадка, не знаю, как это будет. Но в эти вопросы еще конкретного ответа нет, поскольку вы все смотрите новости, даже и на правительственном уровне, тоже еще не все вопросы там закрыты, поэтому я думаю, что все будет исходить оттуда.